сегодня вместо себя буду показывать вам лес хочу ответить на одни интересные комментарии которые я недавно получила когда сняла свое видео о том как мы тусим суетимся на своем участке как мы взять суетиться что мы делаем многие женщины мне написали что ну что мне делать вот мой муж его нельзя поднять дивана вот мой зять он ничего не делает я умешивалась ходила ругалась ними ничего не получается живут дальше дочка работает взять бездельник или муж бездельник ничего не делает я кручусь целый день на работе и дома ему все по барабану ничего не надо что мне делать мое видео будет сейчас посвящено этому важному очень серьезному вопросу и сейчас то что я вам скажу вызовет у вас удивление и я знаю прекрасно что многие из вас будут меня осуждать за то что я говорю и меня полетят не только тапки а ботинки и зимние сапоги так вы будете со мной не согласны тех семья где женщины допускают чтобы их мужья ничего не делали они виноваты там сами прежде чем искать виноватых нужно сначала подумать в любой ситуации а что я сделаю не так что мой муж лежит на диване почему я тружусь день и ночь и дома и на работе а он ничего не делает у него нет потребностей кто в этом виноват какая моя вина в этом что я сделала не так что мой муж не другой вот других же семьях мужья работают заботятся зарабатывают деньги дома помогают и убирают из детьми и готовят при необходимости почему мой муж не такой что я делаю не так любой ситуации нужно сначала подходить с точки зрения того какая в этом моя вина если вы будете так анализировать свои поступки вы обязательно найдете им причину вот сейчас если вы подумаете о том что вы делаете не так это уже первый шаг к тому чтобы ваш муж начал трудиться сейчас вам приведу конкретные примеры для того чтобы не быть голословной вариант номер один вечер жена подходит старшему сыну и говорит и просит его чтобы он забрал ребенка со школы дальше она подходит младшему сыну и просит его чтобы когда она придет завтра с работы чтобы были убраны игрушки а его вещи были разложены на свои места потом она подходит к маме и просит чтобы мама приготовила на обед жарила котлеты сварила борщ на три дня и сделала что запекла шарлотку потом она подходит к мужу дает ему список тех покупок которые он должен сделать завтра после работы а сама жена в это время записывается на прием на маникюр вы думаете это утопия нет это нормальная семейная жизнь значит после того как женщина отработала она идет на маникюр что такое маникюр жизни женщины это же не просто накрасить ногти лаком это настроение это сатисфакция женщина по ним чувствует себя женщиной что она ухаживает за собой что у нее находится для этого времени у нее создается после этого но особое такое настроение жена приходит домой муж открывает две дверь ей она его целует вместе они всей семьей ужинают а после этого женщина оценивает все то что было сделано сзади подходит холодильнику рассматривает покупки которые принес муж не делает замечаний просто хвалит вот это ты молодец купил вот это вообще ты лучше всех можешь выбрать я так не выберу как ты это ну точно твое самое лучшее дело благодарить маму за то что она приготовила вкусный обед сына хвалит за то что он забрал ребенка со школы не забыл ребенка хвалит за то что он делает уроки убрал свои игрушки повесил вещи на место и после ужина такой семьи обязательно найдется время для совместного времяпрепровождения для того чтобы посмотреть телевизор поговорить о том что было за день вариант номер два жена ничего этого не сделала ушла на работу после работы бежала забежала магазин нахватала покупок прибежала домой кое втряхнулась в старый халат побежала на кухню включила мясорубку крутит мясо приходит муж с работы ей не до него что мне кушать возьми сам холодильнике перед носом уже крутит эти котлеты муж поужинал лег на диван лежит жена начинает приходить и пилить его вот и ничего не делаешь я устала у меня нет времени ни на что естественно такой семье нет времени ни на детей ни на общение друг с другом о чем я сейчас говорю первое что вы должны сделать если вы хотите чтобы ваш муж стал дивана это организовать всю семью у каждого члена семьи должны быть свои обязанности как только ребенок встал с коляски и начинает двигаться по комнате у него должны быть свои обязанности кто-то собирает игрушки кто-то раскладывает вещи кто-то вытирает пыль кто-то пылесосит и так далее если вы обязанности не научитесь распределять между членами семьи вы будете делать их сами я сейчас смотрю видео своей любимой блогерши она женщина уже не очень молодая 44 года и у нее девочка 6 лет значит девочка просит блогерша поехала на автомойку и хочет помыть свою машину девочка просит разрешение помыть машину блогерша разрешает дает ей молча перчатки тряпку щетку мою машину сама стоит и просто поправляет вот тут под мой вот тут лучше вот тут про три и так далее блогерша конечно скорее всего помыть машину самую ехать оттуда но она понимает что сегодня она уделила внимание ребенку завтра ребенок будет самостоятельно мы свою машину и или поможет ей потом вот они приходят домой девочка просится помыть посуду конечно блогерши интересно помыть посуду самой потому что это быстро и чисто но она поставляет дочке стульчик девочка становится на стульчик ножками моет посуду по рукам течет вода на пол блогерши придется еще мыть пол и она это прекрасно понимает девочка не так чисто моет посуду как надо и и придется перемывать но тем не менее блогерша молча стоит подхваливает вот молодец ты умница помощница вот тут немножко пищи осталось а вот сюда положи что чтобы посуда сушилась а вот тут с рук течет вода значит руки надо ставить так то она дает и указание она не жалеет свое времени на это пройдет несколько лет и девочка будет с успехом выполнять часть домашних обязанностей которые которым ее научила мать так что первое что нужно сделать для того чтобы мужчина встал с дивана это распределить обязанности между членами семьи когда работают все муж тоже если вы будете настаивать на выполнении им каких-то каких-то обязанностей он рано или поздно станет их выполнять второе золотое правило которое нужно обязательно соблюдать это похвала вот сами обратите на себя внимание если ваш начальник ваш похвален на работе какая какой у вас эффект вы хотите работать еще лучше а если на работе вы не вовремя сдали отчет потому что вам не вовремя принесли документы или кто-то что-то не сделал вы старались бегали сделали отчет пришли к начальнику а он вас начинает высчитывать вычитывать за то что вы плохо сделали или не успели или не вовремя подали документы какое у вас будет отношение к этому у вас будет отчаяние у вас будут опускаться руки вы не захотите дальше ничего делать точно так же у каждого члена семьи нужно уметь похвалить и это обязательно найдется за что похвалить ребенка похвалить за то что он курточку на место повесил пусть он во всем остальном лентяя но и раз он уже сделал первый шаг надо обязательно это отметить похвалить чтобы был стимул работать дальше вот ваш муж пошел магазин и вы ему написали список и он выбрал продукт сам на свой вкус которые вы забыли написано которым вы забыли написать или допустим он что-то купил лучше чем купили бы вы обязательно отметьте хорошее слово и кошки приятно этого никто не отменял за все что делается в доме хорошего за все за всю выполненную работу которую вы поручили вы должны обязательно это отметить увидеть и похвалить и не думайте что ваш муж взрослый мужчина что он в этом не нуждается нет мужчины точно такие же точно такие же но они как дети им тоже на они не видят грязи они не видят пыли они не знают сами что им надо делать пока вы им не укажете на это не попросите их это сделать и пока вы их за это не похвалите похвала это отличный стимул для того чтобы ваш муж или зять или сын или отец что-то сделали полезное для семьи третий мой совет который я могу дать тем женщинам которые нуждаются во первых совете и хотят поднять своего мужа сына зятя с дивана это очень важный совет не ничего не делайте спонтанно из того что вам пришло в голову все всему свое время находите время для того чтобы попросить мужа или другого члена семьи для того чтобы не вам что для вас что-то делали к примеру вы хотите сделать ремонт в комнате да значит вам нужно переклеить обои но понятное дело что на мужа ляжет большинство работы в комнате ему нужно будет вынести мебель ему нужно будет очистить обои не полезете же вы сами да но поможете ему в итоге оклеить обои но многие женщины начинают рубить с плеча вот надо сделать ремонт завтра поедем купим обои давай клей нет так дело не пойдет большинстве случаев если вы хотите чтобы в обои были оклеены то в большинстве случаев придется для этого вам самой потрудиться как значит сначала вечером после того как вы поужинали мужчина не должен быть голодным он не должен быть расстроенным вы сидите на диванчике смотрите телевизор расспрашиваете друг друга своих делах и вот тут самое время подкатить к мужу для того чтобы он начал делать ремонт ну можно сказать что вот недавно помнишь мы были на дне рождения у петровых у них такие обои красивые в комнате а у наших детей уже в комнате там и кошка подрала и дети описали пора менять эти обои как ты думаешь ну вот я не знаю меня нету на это ни времени ни желания ни сил может быть когда-нибудь летом в отпуске может быть мы сделаем все оставляйте вопрос проходит три дня вы собираетесь ехать магазин ты знаешь может быть мы в магазине зайдем посмотрим обои до летом мы можем сделать но больше то можно купить заранее давай пойдем посмотрим ну пошли магазин посмотрели обои да у вас создается одно мнение об обоях у мужчины к примеру он не согласен с вами хочет обои другие да значит не стоит устраивать скандалов вы можете сказать ему вот как мне нравятся эти обои ки может быть и тебе не нравится не нравится да ну ладно мы посмотрим следующий раз уходите из магазина следующий отдел проходит еще три-четыре дня у это знаешь скоро зарплата я поеду может быть куплю обои да ну как ты на это посмотришь ну муж уже вот так при такой при таком постепенном подходе мужчина уже настраивается хочет он этого или не хочет но вы уже три-четыре раза ему говорили об обоях вы его хвалили вы ему говорили что ты знаешь вот кроме лучше чем ты никто обои не поклеит а вот у тебя так хорошо получается помнишь мы оклеили обои в коридоре у тебя так замечательно получилось и вот таким образом вы подводите мужчину к того что ему надо делать ремонт ну вот у вас зарплата вы поехали купили обои все тут уже можно приступать давай вот выходной день вот у нас есть время там три выходных дня давай обдерем обои поклеим дети нам помогут и все и все дело делается теперь хочу сказать о взаимоотношениях вот когда мать пишет что у меня сын лежит на диване он бездельничает не работает я его содержу эта ситуация к сожалению очень-очень распространена но я не знаю в каких странах только этого нет что мать пенсионерка содержит своего сына он ничего не хочет делать не хочет работать или работающая мать содержит своего сына в такой ситуации можно только посочувствовать этим женщинам но я хочу сказать что виноваты в первую очередь они во взаимоотношениях между родителями и детьми всегда виноваты родители незнание законов не освобождает от наказания за них точно также действует это этот механизм и в отношениях между родителей и дети какими вырастают наши дети в этом виноваты только мы другой вопрос том что мы не можем предусмотреть из-за делая что-то мы не можем воспитывая ребенка мы не можем предусмотреть каким он вырастет у нас нет достаточного опыта уже когда он вырос мы понимаем где мы не доработали поэтому так важно молодым людям которые воспитывают детей прислушиваться присматриваться советоваться и исправлять ошибки по ходу дела для того чтобы ребенок был нормальным для того чтобы он вырос у него были обязанности он самого раннего детства трудился вот я сейчас очень много наблюдаю людей которые своих детей ленятся учить родители работают дети сидят с гаджетами на диванах а почему они сидят потому что учить детей это тоже труд на это тоже им нужно иметь силы здоровье время но это инвестиция в ваше личное будущее чем больше вы уделите внимание ребенку чем больше он возьмет навыков от вас если он будет красить если он будет быть посуду значит там берут мыть по ходить за покупками это значит что когда он вырастет он уже не станет лежать на диване потому что вы правильно его воспитали что же касается отношений теща и взять теща сидите дома вам семье дочери делать нечего семья дочери это не ваша семья эта семья вашей дочери только она может там навести свой порядок и если она его не наводит этот порядок значит ей не нужен он вот смотрите рассмотрим ситуацию теща приехала домой дочка стоит халате крутит мясо да взять лишит на диване теща начинает скандал от почему ты лежишь на диване да ты ничего не делаешь да что ты же муж да зачем я дала свою дочь за тебя да схема накатанная в итоге разыгрывается скандал взять скандали с тещей потом он ненавидит жену второй вариант теща не едет домой она понимает скандал уже был она едет дочери на работу и на работе дочери начинают вычитывать вот и слабохарактерная разводи с ним ты найдешь себе другого мужчину дочка плачет мама я его люблю и дети его любят он не такой плохой как ты думаешь есть у него и хорошее качество но тем не менее дочка возвращается домой виде своего лежащего на диване мужа и после материнского разговора что она делает она устраивает ему скандал она с ним скандалит она ему высказывать все то что высказал высказала ей мать потому что мать это авторитет для любого человека и чтобы она не говорила все равно ребенок будет слушать свою мать в любом возрасте и как-то реагирует на ее слова а как будет реагировать дочка конечно она будет словами матери ругать своего мужа в итоге муж стою с дивана одевает пальто идет и куда он идет он идет пить пиво а через два года он будет пить водку потому что дома у него скандалы претензии потому что никто не не думает о том а почему мой муж лег на диван что я сделала не так вот вы еще слушайте меня все слушайте и думаете боже мой но почему я все должна я должна работать я должна хвалить я должна рассчитывать я должна думать об этом потому что не клара цеткин не роза лексомбург они вам в этой ситуации не помогут никто не отменял уют ласку взаимопонимание помощь никто этого не отменял если вы не будете этого делать у вас никогда не будет хорошей семьи семья это большой огромный титанический каждодневный ежесекундный труд но потрудившись замен вы получите исполнение своих желаний доброту и ласку в обратную сторону вас будут уважать вас будут любить вас будут выполнять ваши желания стараться вам помочь во всем сделать самую трудную работу вы не будете носить ведра с мусором вы не будете гавкать убери носки понимаете за все в жизни достается с трудом хорошая семья это огромный титанический труд а некоторые женщины думают ну вот есть же мужья да которая придешь а он там жарит блинчики или убирает квартире или берет на себя обязанности женщина ничего не делает ну во первых мы не знаем что конкретно происходит в этих семьях вы там не жили я там не жила мы не знаем какие отношения в этой семье но скажу вам абсолютно точно наблюдая уже одну такую семью я скажу вам абсолютно точно что в этой семье нет домашнего уюта нету домашнего тепла потому что это может сделать только сама жена сама женщина своей рукой она может убрать постирать приготовить приласкать тогда это будет по-настоящему стопроцентно а мужчина у него другие задачи по жизни он всего этого по большому счету делать не должен это должна отдела женщина он должен зарабатывать деньги и заботиться о том чтобы сделать всю тяжелую работу которую не может сделать женщина а все что должна делать она она обязана это делать если она хочет быть счастливой жду теперь ваших комментариев